Девушки отдыхают 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 И меня это тоже очень-очень беспокоило. Я думала, если меня не будет на этой земле, как этот ребенок мой будет здесь жить? Вот. И я увидела, как Маша с 8 лет искала что-то. И вот это что-то, я долго не понимала, что это было такое. Она уезжала в угол, с кем-то разговаривала. Вот. И с кем-то разговаривала она. И я ее спрашивала, Маша, что ты там шепчешь? Она говорит, я с Богом разговариваю. Я говорю, что ты его видишь? Я думаю, ну-ка, люцинации у моего ребенка. Она говорит, нет, я его чувствую. Она разговаривала. Я как-то скептически к этому относилась. А потом я видела, что эти поиски все будут дальше и дальше. Ну и сама включилась для того, чтобы каким-то образом выйти из того состояния, из того положения, в той жизни, в которой я жила. Как-то была боль, умнетение, серость и никакой перспективы. И Маша, я думаю, что Бог так устроил, что меня вел через это. И когда это свершилось, когда мы поняли, что это такое, какая это мощь, сила, необыкновенная поддержка здесь, на земле, и что есть еще обещание дальнейшего существования, я поняла, что вот это то, за что нужно уцепиться в жизни. И мы с ней в одной упряжке. То есть я повозка, а она ведомый или везомый, как угодно. И в этой одной упряжке, в одной уже, десять лет. То есть это спайка физическая, духовная, какая хотите, но это дает ту опору, ту основу в жизни, которая позволила Маше быть счастливой и мне вместе с ней. Маша, очень приятно тебя видеть. Собственно, не только сейчас, но и каждый день, потому что ты заражаешься своей радостью. Ну, это, наверное, странная работа, потому что видит твое лучезарность, твое светлость, Сразу понятно, что ты счастлива, но я все-таки спрашиваю, что ты счастлива? Да. Счастлива. Вот этот лицепт, который, что он слышит, из чего ты еще остался? Я счастлива в том, что я нашла Бога. Нашла Бога? Да. А вот интересно, слушайте, как ты это нашла? Я была в долгом поиске к нему, начиная с 8 лет. То есть я знала, что есть какая-то сила невидимая, которая должна меня охранять. Несмотря на все трудности, которые я переживала в жизни, то есть отсутствие движения, отсутствие отминавшей. И все равно знала, что он и есть. И я начала с ним так делать уже с 8 лет. Когда мне было тяжело в жизни, особенно после того, как мама меня начала воспитывать от нас по разным семейным обстоятельствам, я начала его искать. Я понимала, что я не одна в этой жизни. И как ты искала? К нам приезжали в Екатеринбург, в Миссионерах из разных стран, в Швеции. Доверили мне Библию. Я читала, но я не понимала суть. Потом, когда мне исполнилось 16 лет, я уехала в больницу на лечение. Мацкаву. И там предложили, кто хочет крестить своих детей, те, пожалуйста, может и бесплатно крестить своих детей. Я крестилась в правосудной церкви, но до меня тоже никто еще не доходил. То есть мне моя жизнь казалась не очень яркой, серой и, так скажем, со всякими трудностями в жизни. Потом, когда сильно заболела дедушка, к нам ходили две женщины, они представились как свидетели Егора. И мы изучали Библию с ними. Я прошла с ними занятия, у меня появились сомнения, что ли это церковь. потому что мама ходила на собрание к ним. Она говорит, что стоит подумать. Нет, и женщины спросили, хочешь, как здесь все наши церкви. Я сказала, нет. И вот, когда в 2000 году заболела дедушка, захотела искать Бога, приехал мой брат Шмагалев и сказал, что я ученик Христа. Я поняла, что-то что-то есть. Я поняла, что это именно то, что мне надо. Начала стучаться с Леной Хлебниковой Персубин. Да. И мы начали изучать Библию. Ну, ставок, как, конечно, были моменты сложные. То есть, мне лидеры говорили, что ты не сможешь жить как ученик. Но Бог все разрешил. И в конце концов, 10 лет назад я стала учеником Христа. у нас везде. Везде лично? Да. Ты рассказывай, рассказывай. Мы с ним танцуем, поем, рассказываем другому во всем, что учили сзади. Даже за два месяца. Я все как бы национироваться не танцевала. Я скажу, вчера учились до часа ночи. Хорошо. А как есть мечтами с какими? Духовными? Разными. Чем мечтаешь? Мечтаю. Мечтаю очень сильно выраст во Христе. Что значит выраст? Ну, перестать себя жалеть в какие-то моменты. Это не только на тебя выраст. Ты для многих выраст. Да. В некоторых моментах спасти свою семью Настю и ее семьи привести к Богу. Мечтаю построить хорошее отношение с мамой. хорошее хорошее но хочется сделать еще лучше. Расскажи что ты делаешь сама? А что тебе помогает делать? Что я делаю шуму? Я могу поесть что-нибудь легкое не тяжелое я могу там подвис спать на компьютере в рябоме там я могу включить в центах музыкальный с помощью пульта телевизор с любимым фильмом кто мне нравится помогает Саша с Андреем и тоже подключаюсь немного других всяких то есть помогает встать немного всяких других моментов по сути дела у тебя жизнь зависит от людей на это так тебя это ранит ты себя чувствуешь не лопать и ты нашла какую-то нишу свою что ты можешь помогать людям создавать возможность служить раньше меня это как-то гоня и довольна сильно ну не потому что я там бывали благодарны и день просто не лжала этих дней я понимала что иметь свои суботы семьи родные и им надо в первую очередь оттыкаться своих сми помогать от работы своей своей сейчас сейчас нет сейчас нет меня это не ранит почему ну потому что это есть моя семья субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok